я это осуждаю и буду осуждать потому что я это осуждаю 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 вот посадился к пену туда да сиди дал бою прокин чучело залезла и сидит ты посмотри тварь что делать смейтесь смейтесь придурки смейтесь скоро туннель поглотит всех смейтесь смейтесь да вам лишь бы поржать вы сидите все знаешь вот самое что обидно да то что люди вот которые я рассказываю по большей части они не понимают вообще то есть они ну они не замечают то что вокруг понимаешь они очень узко видят поэтому я хочу сказать да то что тоннели существуют и каждый из вас обязательно туннель увидит еще раз повторяю туннель существует значит вот если взять весь земной шар да весь земной шар это все вот это вот место кружок то есть шар да именно не круг а шар да вот час совсем покажу сейчас вот вот смотри допустим да сейчас я быстренько сделаю вот планета вот планета вот мы здесь вот здесь мы находимся мы мы вот здесь мы с вами а вот здесь смотря здесь туннели они полностью соединены вокруг да везде ой блять мышка дернулась вот здесь везде это ядро ядро и ядрышко вот то есть весь мир глобально полностью соединен между собой туннелями каждый я город который мы знаем страна это все туннель то есть под ними туннель я тебе еще раз повторяю понял запомни вот масс морей он знаете он был вот сколько у нас зябла в туннеле были плюс поставьте посмотрим сколько крутых поставьте плюс пасеки кто в туннеле был до я сейчас не про женскую пизду вам говорю не про анал про женские про туннель которые под нами еще раз повторяю да 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 вот сидел и смотрел на резки где-то рассказываешь про туннели и конкретно задумался если они очень глубоко как их охлаждают и как еще какой-нибудь город не ушел под землю из-за туннелей расскажи пэльзе туннель находится на такой глубине что туда так просто не попасть это тебе не 10 метров и ничто это даже глубже чем кольская сверх глубокая ты понимаешь ты вообще ты знаешь какая толщина нашей планеты до ядра ну вот ты там читал наверно у все школьники эту хуйню им вешают что там в земле есть ядру какой-то мама хуягма там чушь от и туда ничего там нет подобного там города под землей города там люди живут весь мир вся планета она связана туннелями и люди живут там не зная о том что такое страны правители там до государства они живут все на планете перемещаясь по огромному земному шару по туннелям если ты дурачок ты дура болят ты даже этого так вот сука у тебя в голове вот 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 это ты вот у тебя там пустотел я сейчас просто забаню и все и все понимаешь мне бы спросить действительно вещи да про туннель которая действительно я могу рассказать если вам интересно знаете сука только хекают сидят я один дурачок вот это напишет большими буквами ха 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 вот смотри допустим давай так терминологию включим немножко подумаем поразмышляем до касательно туннельной деятельности ну вообще в целом касаемо риторику да про сейчас про риторию значит смотри как образовалась изначально планета все-таки туда там взрывы разрыв вот это все чушь окончена дать и подожди дебилова вот как она появилась на планета наша родная да я на этой планете честно сказать ну именно в этом теле как щас знаю с вами ну и это я здесь впервые это правда это правда да я здесь 1 я был на этой планете ранее лет может 200 300 назад этому там уж не знали это исчисление не считал тогда не считалось это все тогда не знали что такое вообще в этом они в этом не было смысла и зачем это нужно считают время сейчас когда жизнь иная понимаешь когда человек живет он не считает времени вообще потому что как бы ты его не считал все равно она неизбежно да она всегда закончится на время не бесконечное вот а сейчас его считают потому что есть какие-то временные получили то есть по аварийности скажем да вот смотри ты сейчас конечно наверно будешь как обычно играть ну я уже привык значит смотри давай начнем с того что что такое туннели что такое туннели это никак иначе ранее цивилизации которые были до появление нашей наша цивилизации она находится вверху потому что мы получается над всеми но не по интеллекту а по месту жительства если это можно так назвать знаешь почему говорю про туннели потому что по сей день этими туннелями пользуются даже те кто находится на нашем уровне скажем так на нашем уровне я имею ввиду высоты вот как вообще появилась планета наша как вот смотри она была просто я не знаю сколько лет было назад это это очень миллиард лет тому назад это был просто маленький крошечный камень ну то есть часть субстанция камень какой-то составляющая небольшое с разбиром на современные то камешек Денис что все поехала кукуха окончательно да я понимал когда ты орал как дурочек я принял когда ты пиздил воображаемого пену но туннели прошлой жизни это уже перебор тебе лечится на душе язык ты иди книги почитай хоть там что-то получится разговаривать правильно поэтому сиди пока педы сидим а вот и вот был крошечный камень и постепенно этот камень как и каждый из нас обрастал новой силой мудростью этот камень в итоге вырос в планету то есть он обрастал постоянно и соответственно на каждом слою жизни тысячи лет была своя цивилизация понимаешь я сейчас о планете и по поэтому сохранили здесь туннели которые связывают весь мир весь наш мир связан туннелями они постепенно обновляются они делаются это не какие-то захоронения древности это действующие туннели которые по сей день используются по всему миру теми людьми которые правят планетой скажем тогда что было вам более разъяснительно скажем так да туннели вот и вот каждый этап жизни планеты наши на этапом может быть тысячу лет десять тысяч лет а двадцать тысяч лет да скажем так миллион лет будь тебе пожалуйста обрастала все обрастала и туннели туннели они есть я лично с тех людей кто был вовлечен в туннели понимаете задействовала непосредственно эти туннели проходят далеко под океанами далеко очень далеко вот поэтому все современные знания можешь забудь задушкам привет видишь вот тебе панч камень вырос в планету а твои волосы на голове не выросли ахахаха их согласись сильно да заканчивай уже шизу разводить поехавший кролик запусти забл и просит тебя я запускаю меня сказали чуть подождать и меня освободят шиза это то что ты сейчас читаешь из книги ты живешь в ограниченном мышлении ты не выходишь за рамки мышлений своих той программы которую ты начал изучать изначально человек рождается абсолютно чистый дальнейшего жизнь формируют его в целом и твою формирование по всей видимости остановилась на тот момент на том моменте обожаю как же ты заебался той шизой и умер шапочки из фольги с твоим логотипом амперсант собака амперсант собакам а чё ты так джон кинг слабо проходишь этом 10 минут потренировался и уже все спидранный знаете такого генрих кунрата генриха кунрата знаете вот которая это еще где-то такой слабый короче это алхимик такой немецкий еще в тысячу пятидесятом каком-то одуже дай бог памяти 1598 году да это время было да вот его когда этот человек человек до занимался не просто физика или химия а физической химией это те умы которые говорится ну дед час за хуйню несешь заложили основу туннельной деятельности в современном и и это наука 3 не понимаешь если изучать генриха кинрата да кунрата и вот эти теории да а вот ну просто у нас допустим да вот я знаю в россии до кафедра физической химии она была открыта только в четырнадцатом году вот в санкт-петербурге по моему да вот поэтому чуть-чуть вы не доняйте вот эти вещи всего потому что если выбрать понимали что ты туда физическая химия на как по своей сути да вот она является основным теоретическим фундаментом современной химии